Железнодорожный вокзал, как объект повышенной опасности, будет находиться под пристальным вниманием. Во время чемпионата мира здесь ждут двукратного увеличения пассажиропотока до 8 тысяч человек в сутки. Чтобы избежать очередей, на территории вокзала открыли три новых досмотровых участка. То есть один досмотровый участок в здании, через который мы только с вами прошли на перрон. Второй участок в здании пригородного вокзала, ближе сюда к центральному досмотровому павильону. Третий участок это единственный, который работает на вход в вокзальный комплекс со стороны железнодорожных путей. Кстати, все иногородние болельщики должны в трехдневный срок сообщить о своей временной регистрации в полицию. А иностранцам необходимо будет сделать это в первый же день. Кроме того, согласовывать с МВД и другими органами безопасности необходимо пикеты, митинги и иные массовые акции. Собираться на них смогут не более 150 человек, а местами проведения выбраны Дербышки и Юдина. Основные гуляния болельщиков развернутся вот здесь, вот возле чаши. Мы видим сейчас здесь вовсю идет возведение конструкции будущей фан-зоны. Охранять правопорядок во время чемпионата мира здесь будут более 800 полицейских. Уже сейчас мы видим меры безопасности здесь серьезно усилены. Кроме того, участок автомобильной дороги Сибгат-Хакима до улицы Абсалямова на время чемпионата мира станет полностью пешеходным. Под усиленный контроль взята и Казань-арена, где пройдут матчи чемпионата. Территорию вокруг стадиона осматривают спецслужбы. В это же время сотрудники ГИБДД проверяют казанских автомобилистов. Кстати, в автоинспекции уже опровергли информацию о том, что перед ними поставлен план эвакуировать определенное количество машин. Задача одна – обеспечить безопасность на дорогах города во время чемпионата мира. До 17 июля будет запрещен въезд в Казань автобусов. Исключение для тех, кто осуществляет регулярные междугородние перевозки. Также в дни матча ограничат судоходство по Казанке от Кировской дамбы до Миллениума. Ну, ждем, ждем. Вот ребенок больше всего ждет. Ну, я думаю, стоит сходить. Такая возможность. Мы живем в таком городе, в Казани. И у нас в шаговой доступности возможность посмотреть на мировых звезд футбола. И мы по-любому не упустим такую возможность. Тем не менее, опрошенные нами казанцы отметили, что не собираются покидать город во время чемпионата мира. Ведь еще неизвестно, когда в следующий раз событие такого масштаба пройдет в нашем городе. Андрей Шульга, Максим Малов, Телеканал Эфир.